6 глава, 22-23 стихи. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестно, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Вот когда нас никто не трогает, живем мы на своих дрожжах. Пророкам мы не уподобляемся. Начинают нас гнать, нам с корма, печально, пытаемся как-то сгладить. А это самое доброе. Кровь христиан была всегда семенем христианства. Так что нужно, чтобы кровь была, но если она семена, семени никакого и нет. Так что гонения нужны. Но если семени нет, еще раз, кровь, сама кровь является семенем. Надо радостно благодарить, что есть сейчас, но сказать, когда будет гонение, сверху будет больше. Всегда надо понимать, что лучше из двух вариантов. Вот сегодня отмечается день возвышения креста Желокворящего Господня. Что у нас на новой лежит? Библия в русском тревоге синодальном. Изданная по благословению Патриарха. Пожалуйста, 2004 год. Посредине лежит крест. Слева изображение воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. И вот начинает, когда подходить, один с этого конца, целует первый. Уже трех мы запутались. А что важнее? Ну, в первую очередь, поклонение всегда отдается начальствующему царю, а потом подчиненным может поклониться. А что из этого? Да вопрос так и не стоит. Это все говорит о Господе. Но в полном соответствии с истиной только Библия. Крест у нас выдуманный. Вот нижнего, это по перечине, не было. Это ни пророки не предсказали о нем, ни в объяснении. Но принято так. Мы принимаем восьмиконечный крест. Не было восьмиконечного креста. Там перечисляются пеп, три дерева, кипарис, которые святые отцы относят ко кресту. Ну, не было его. Просто не было. Написано, руки распростер, и дальше надпись была. Ну, и основание, этот стол, все. Но мы принимаем. Значит, это только напоминание. Тем более, когда говорится, крест претерпел крест. Это означает страдание крови. У православных буквально крест. Вот крест убери, и кланяться уже нечем. В словах крест заключается страдание Христа за нас. Вот мы встречаемся с людьми, и иконы в квартирах есть, где заходим. Кресты есть. Но чтобы сказали так, как любая баптистка скажет, что за меня умер Христос, ни одного не встретили. Из тысячи людей ни одного. Ну как, ну, Бог прощает, я на исповедь пойду прищащусь. Все в батюшку уперлось. В алтарь, храм. Да мы вообще-то ничего не понимаем. Изображает Христа. А так ли он выглядел? Поднимал ли ли он руку? Старобрядцы показывают, Христос бы перстно благословляет. Новобрядцы троеперстно. Католики показывают пятерней. Это благочестивый вымысел. Может быть, не как Христос и не складывал персты. А может быть, двумя руками, как архиерей благословил. И что в руках он держал вот это за какое-то как бы знамя или хорубью. Но это все художник выдумал. Это только напоминание. Но мы принимаем. А Библия дословно соответствует истине. Переведенная так, как Бог сказал. Так что соответствует абсолютной истине? Конечно, Библия. Что для нас важнее? Конечно, Библия. Целование креста может ничего не дать. Ты всю жизнь прожить и ни разу не поцеловать. И вину не поставиться. А мы сегодня слышали. Не крест, а слово о кресте. У православных вообще это выбрасывается. Слово о кресте. Для погибающих юродства есть. Слово. А сам крест не является юродством для них. Они носят преступники на себе крест. Выкалывают его. На храмах, на скорой помощи. Везде крест. Но ты подойди к этим людям, которые сидят в машине скорой помощи. Начни говорить слово о кресте. И ничего не получится. Они богохульники. Они блудники. Они почти все табаковые пьяницы. Слово о кресте ощущают. Сам по себе крест, он ничего тебе не даст. Изображение Христа не даст. Их там миллион этих напечатали в снимках. И все уничтожили. Храмы разрушили, кресты свергли. А слово о кресте в сердцах людей осталось. Они его и понесли дальше. И не надо спрашивать, что важнее. Важнее в Библии. Ничего важнее нет. Я видел, как летел ангел и нес посреди неба вечное Евангелие. Ни крест, ни изображение Христа. Животворящее его слово. Но и слово это, а оно не вечное. Все исчезнет. А написанное в слове, заложенное, промыслительно, Богом, вечно будет. И вера кончится, и надежда, и уже не будет надежды, потому что все исполнено, а любовь пребывает вовек. Тогда раскроется любовь в таком виде, в котором мы даже не подозревали, что она есть. Душу пожертвовать, а там Христа увидим, как Он есть. Тогда наши страдания будут сравнены с Его страданиями, потому что мы подражали Ему. Возвижение Христа надуманный праздник, повторяю. Это археологические раскопки, которыми занималась Елена, да и не сама, а слуги копали. Ей взберло в голову найти. Зачем я была искать, когда империя была безбожная? Она ведь цариста-то никакая не равна апостольная. Ни Константин не равна апостольная. Равно апостольный только тот, кто несет Слово Божие. Слово Божие. Апостолы-то, они называются посланники, переводится на русский язык. Не археологи. Не гробокопатели. Тут даже вообще ничего не надо толковать. Только, ну маленько открою. Слово о кресте. А теперь скажу слово о кресте. Что? Это означает Христос, этот мир сотворивший. Он заранее знал, что мы согрешим, мы отступим. И Он не оставил погибать нас. И Он принял плоть через пресно Деву Марию. И Он взял грехи мира и мои грехи. И Он умер за меня. Какие мы блаженные, что имеем веру? Не какую-то христианскую. И не какую-то православную. И знаем в чистоте евангельскую веру. Надо сохранить это. Донести для других. Второе параллель Паминон 26-21. Я специально посмотрел, за что люди отлучают. Придают анафели. И когда человек действительно может быть отлучен. И был царь Озер прокаженным до дня смерти своей. И жил в отдельном доме. И отлучен был от дома Господня. А за что? Не каждый знает эту историю. И вот Бог благословил этого царя. Но ему показалось. А почему я в храме стою и благословения жду от священника? А чем я хуже его? И решил так же точно имитировать, как они. Ну и священник берет кадильницу и я возьму. Священники к нему бросились. Дорогой царь. Да это нельзя делать. Бог так разделил, что есть мирская власть и духовная. Это тебе не принадлежит. Да пошли вы. И разгневался. И сразу пешинами, пятнами пошло лицо. И мгновенно превратилось в проказу. А прокаженного надо изгонять. Он должен за городом быть. Но царя не выгодишь. Но в храм больше не приходил. Но из города не вышел. И одна вот эта заразная личность. Отняла благословение от всего Израиля. Я никогда об этом не думал. А Ян Ратауз говорит об этом шесть проповедей. По два часа. В год смерти царя Озии. Ведел я Господу. Сидящего на престоле. Высоком и превознесенном. И края риса наполняли храм Исаии 61. Почему в год смерти царя Озии? Я спрашивал. Сектантов ни один не знает. Это означает, что пророк Исаии лишился видения. Из-за того, что царь был не за городом. А в год смерти. Он номер его зарыли. Проказа, проклятие, анафема отошли. Теперь Бог открыл. В год смерти царя Озии видел я. Да где такие златоусты? Какая секта может не породить, чтобы так объяснить? В год смерти царя Озии. И шесть проповедей на этом. Пока грех в нас не умрет, нам не будет никаких видений. Главный грех это наша самость. Первый шаг к христианству. Отвергнись с себя. И взгляни на крест. Возьми крест Господень. А дальше следуй за Мною. Вот смотри. Отвергнись с себя. Призывай от Евангелия. Посредине. Возьми крест. И тут дальше у нас слева изображение Христа. И следуй за Мною. Все у нас обдумано в православных. Как Феофан Затворный говорит, в нашем богослужении заключено все. Если бы его понимали. Мы хотим, чтобы сегодня от нас люди услышали живое евангельское слово. Чтобы мы пришли к ним не с православными традициями, предрассудками, обрядами, преданиями, но с живым евангельским словом. В каждый дом мы оставляем Евангелие. Не мы издавали. И мы издали баптисты. Но с православного, синодального. Благословены те руки, которые печатали. Которые нам привезли. Этот сын нашей православной христианки привез там, договорился. Мы все время у них выпрашиваем. Православные никогда не дадут бесплатно. Они нам дали 30 тысяч евангелий. Бесплатно. И через это, я говорю, Господь может их найти. Надо помолиться о тех, кто печатал, кто запечатал, кто привозил. Кто переводил за всех. Да вы по ходатайству и их, которые с определенной целью это все сделали. Чтобы Евангелие дошло до людей. И наше сегодняшнее путешествие, наше шествие на горах Израилевых было. И чтобы ноги наши. И колеса у машин были благословенны. Первые езды 10-8. А кто не придет через 3 дня? На все имение того по определению начальствующих и старейших будет наложено заклятие. И сам он будет отлучен от общества переселенцев. С кем мы разговаривали? Кто шокера едут? Я прошу беспрекословно подчиняться, что у нас уже назначено. Самое малейшее ваше отклонение будет вносить недоброе, шероховатости. Мы просто отстранимся от него, будем искать других. Полное, абсолютное послушание Слову Божию. Чтобы животворящий наш путь был. И чтобы дорога нашей разговоры была только божественная, молитвенная. Мы сегодня делаем сразу шаг вперед по нескольким параметрам. Никогда дети не выступали. Первый раз выступают. Никогда не было наклеек на Евангелие приглашать в библиотеку. Только сегодня. Никогда так много не выезжало, как сегодня. И сегодня все сошлось на возрешении животворящего креста Господня. Это от Бога. Это Бог так сделал, подготавливал нас. И кто не придет, с кем договорились, заклятие будет наложено на тот дом. Примени это сегодня к себе. Это Бог сказал. Они всего лишь строили стену. Да воздвигнет Господь стены Иерусалимские. А какие? Ефрем Сирин говорит, священство православное. Что Бог дал верующих священников. И написано, многие священники обратились и уверовали. Они не верующие совершенно. Они верят в епископа, верят в свое благоудовие, в священное начале. Они Евангелие не знают совершенно. Батюшка с одним разговаривает. Иди, Ах, теперь надо считать. Он даже не считал Евангелие и не знает. А зачем же ты приехал? Гроши заработать. С Украины и Старик Хохлов здесь. Они не крещеные попы. И вот мы должны в эту тьму непрорубную врубиться. И людям принести Евангелие, чтобы они нас приняли. Они будут нас преследовать. И будут отлучать. Но вы не бойтесь. Тебя никто не отлучит. Первая езда 10-11. И ты так. Покайтесь всем перед Господом Богом, Отцом вашим. И исполните волю Его. И отлучите себя от народов земли и от жены племенных. Вот от чего надо отлучать самого себя. От всякого греха. От этих телевизоров окаянных. От цирка, от театров. Приложите себе на сердце. Не пропускать никогда вечернее богослужение. Ходите на висп, пойти на причастие. А то, говорит, вы против причастия. Это обман. Если не будем причащаться тело Господне, крови Господне, в нас не будет жизни. Мы будем говорить, но это пустой барабанный звук будет. В раю это древо жизни было. В раю оно давало жизнь, продляло. Человек кленное создание. И когда мы причащаемся, мы в себя принимаем тело и кровь Христову. Дух Святой оживотворяет. Наполняет силой слова наши. Сколько? Я не знаю, сейчас чаще причащаются. Но надо подготавливаться. У нас написано, не реже одного раза в год. Один раз в год, если не причащался, с соглашенными уже выходите. Дальше будет отдельный разговор. Это явно человек уже что-то запутался. Никак не реже одного раза. Потому что и апостолы причастились со Христом. Даниила 4.30. Тотчасто исполнилось это слово на Духанадосор. И отлучен он был от людей. И ел траву, как волк. И орошалось тело его росою небесное. Так что волосы у него выросли, как у льва. И ногти у него, как у птицы. И прошло семь времен. Интересно, и волосы отросли, как у льва. Ну, как у священников. Их называли долгогревыми. Это все как-то относится, откуда придумали, чтобы священники косички запретали. Этого не было. Во времена протокола по вакууму еще только танзура была, выгревалась. На голове. И растрига называлась что? То есть постричь его голосы. По прострига, которого запретили в служении. А вот Иоанн Кронштадтский, длинные голосы. А ты посмотри на все изображения. Все. Какие только есть. Не волосы натворятся. Те, которые раньше были. Они просто под бокс пострижены. Если мужчина растет волосы, бесчастье для него. А для женщины бесчастье. Больше не рассуждай. Так говорится. И вот царь Новоханоностор вознес. Это я сделал. Это моя рука. Это я. Вы молитесь обо мне, чтобы мне мысль такая не пришла. Мне радостно, когда люди говорят, наш сайт. Наше благовестие. Не мое. Хотя сайт наполнил практически одними моими трудами. Но он не мой. Я ничего бы не сделал. Ваш. Я внутренне ощущаю удовольствие, когда люди его присваивают себе. Это наш. Мы вышли не на два человека. Вот в августе месяце вошло к нам 32 тысячи человек. Да мои глаза вы нигде не нашли. Это Бог сделал так. Я думаю, что мы выйдем на миллионную аудиторию рано или поздно. Если будем трудиться уже в готовом. Нужен голос свой настроить, громко кричать. Иногда стоят там, губнят, я около двери не слышу. Да ты глухой. Но почему в Покровском соборе я слышу, два раза дальше стою. И учат говорить. Когда я готовился быть священником, был архиепископ ташкентский Вархоломей. И он меня тренировал. Стоял рядом. Я на клирус. Он говорит, читай громче. Я читаю громко. Еще громче. Я стал кричать. Еще громче. Но я заводил просто. Он говорит, вот так и кричи теперь все время стоить. Громко надо. А он стоял с жезлом. И каждый раз скажет громче. И ткнет меня жезлом в бок. Я хорошо это все запомнил. Мне иногда говорят, а что ты стоишь в храме громко и так говоришь? Я исполняю заповедь Господнюю. Я на горах, а люди где-то далеко, и мне надо докричаться до них. И вот исполнилось над ним Слово Божие. Чтобы этого не было над нами. Что мы сделали? Чтобы построить это Божие. Это Бог надо убил. Он сделал. Я об этом постоянно размышляю. Все. Но не хватает ума, не хватает опыта. Все еще не хватает. Хотя 71 год. И 47 лет я непрерывно, ежедневно занимаюсь Словом Божиим. Первые годы я занимался не меньше 10 часов в день. Оставил все, что любил. Любимую работу, любимые книги, изучение языков различных. И в конце жизни, могу сказать, как мало я узнал. Я иду к Господу и говорю, Господи, ты там все откроешь. Иоанн 9, 22. Так отвечали родители его. Потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже. Чтобы кто признает его за Христа, того обучать в синагоге. Ну как сейчас, допустим. Если ты признаешь новообрядцам, что они спасаются, у них истинное причастие, отлучай. Это мне сказали в архиепископии. Теперь митрополия старообрядческая. А в других местах, вот сейчас, которые не вошли в объединение. Они на патриархии точно так же говорят. А патриархия на них. Они уже сговорились между собой. Чтобы отлучать всех, кто будет не с ними. Не бойтесь этого. Иоанн 12, 12. Впрочем, из начальников многие уверовали в него. Но, ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Во Христа уверовали, а за синагогу выдержат. Это невозможно. Ты уверовал во Христа, ни на что не смотри. Отлучат. Меня несколько раз отлучали. И опять приучали. За мной ничего не было. И отлучали только по лживым наветам. По обвинению, что я всю мамонюшу был баптистом. А когда увидели, что от баптистов уже пришло 30 человек, они задохнулись в этой лжи. А ты работай и работай. Ты трудись и трудись. А там дальше видно будет. Может быть, в Шарщину будет открыт храм. И мы заранее говорим, проситесь священника, когда будете открывать храм. Чтобы он учил народ. А он первый поднимет против нас войну. Когда он будет там. И нам ход будет там закрыт. Я скажу, ход не будет закрыт. Он может говорить, а запретить не может. Завтра мне предлежит выступить в одной школе. В Погово, под стеклом. И уже там договорились. И уже еще раз звонят. Мне начали приехать. И может, за мной приедут. Уже в школе договорились. Вот как Бог делает. И уже позвонили оттуда. И это Бог делает через этого фермера, который приезжает. А я его первый раз только на празднике деревни увидел. Никого не пренебрегай. Ты не знаешь, где горит светильник. И где он возгорит стоящий твоего, и он последний будет первым. Римлянам 8.35. Это особенно для тех, которые боятся быть отлученными. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Никто. Ни глубина, ни высота, ни святые отцы. Никто нас не отлучит от любви Божьей. Вы прямо так и говорите. Когда я с епископом в таких отношениях натянутых были, мы сказали, Владыка, но это от любви Божьей никто не отлучит. И Бог совершил чудо. Вот этот епископ наш приезжал, он нас не тронул. Всегда благодарите Бога за прошлое, что было у нас доброе с епископом. Что у нас есть надпись, я говорю, Библия лежит здесь, он не тронул. Не его эта идея была, не его мысль, но он нас благословил на все. Мы счастливы. Римлянам 9.3. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Даже от Христа желал быть отлученным. Я скажу, не знал, с чего ты говорил, Павел. Галатам 4.17. Ревнуют по вас нечисто. А хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Чтобы ты заботился о них и прославлял. Наша вера правильная, наши персты самые правильные, наши иконы самые хорошие. Чтобы по них ревновали, кто это все придумал. Не верьте в это. А им скажите, ревновать нужно о распространении Слова Божия. О любви к Богу. И о любви ко всем непознавшим Христа. И чтобы еретиков Бог привел, и с ними нужно обращаться кротко, как западают нам каноны. И мы сегодня встретимся с теми, которые нас испытывают. А какой вы веры? А как вы креститесь прямо в клубе? И нам пришлось показывать персты. Я с детства пришлюсь двумя перстами. Так. А они сидят здесь, а мы киржаки. Мы боялись этого слова, нас обзывали когда. Они не боятся, они считают, что это равносильное быть христианином. Чтобы знали мы, что, как ответить. И чтобы противников не было у нас. И дверь была широко открыта. То есть многие люди где-то отсутствуют. Замки висят. А чтобы все они были дома. И мы бы им возвестили о близком пришествии Христова. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.